О культурной бескусице говорили сегодня на круглом столе Общероссийского народного фронта. Поводом для обсуждения стало письмо скульптора Анатолия Неверова президенту страны, в котором он раскритиковал архитектурные композиции, которые появляются в Куме. В частности, речь шла о новом городке в центре Сыктывкара. Впрочем, как выяснила сегодня Ольга Ануфри, во мнение Неверова разделяют далеко не все архитекторы. Детская площадка в центре Сыктывкара по замыслу авторов воплощает в себе путь от детства к юношеству. Символ этого пути – парусник, ведущий по волнам. Дети уже успели полюбить это место. Но некоторые архитекторы говорят, создатели проекта якобы не учли мнения профессионалов. Саму композицию они называют полной безвкусицей. Главный вопрос – вот где главные архитекторы и художники, когда разрабатываются проекты? Есть строительные советы, общественные суждения, как проводятся конкурсы проекта, почему в журе нет профессионалов. У меня есть конкретные документы, где это суждение и всяческие бумажные проекты. Представители Сыктывкарской мэрии отвечают, проект был опубликован в СМИ. В течение года власти ждали откликов от сыктывкарцев и архитекторов. Но никаких предложений и тем более негативных отзывов не получили. Поскольку денег в бюджете мало, было принято решение использовать не какие-то произведения искусства, а малые, архитектурные формы, которые, мягко говоря, купили в магазине, которые продаются на территории Российской Федерации. Если их сломают завтра, поставим другие. По заданию строительства новой детской площадки это всего лишь работа по благоустройству города. Цель проектировщиков тогда не создать архитектурный шедевр, а грамотно развести детей, пешеходов и транспорт. И по мнению специалистов это им удалось. Каждый день на площадку приходит огромное количество детей, что доказывает, проект востребован. Ясно, что это не лучший подарок для детей. Надо делать таких площадок больше, качественнее. Но говорить, что вот это вообще какое-то воровство, неправильно, но не так много объекта для детей в городе, чтобы бросаться вот такими огромными, хорошими кусками городской среды. Архитекторы не отрицают, пока в Сыктывкаре нет единого стиля оформления города. Но к нему нужно стремиться. И для этого объединять усилия, а не ссориться. Ольга Муфрева, Антон Борожищев, телеканал Дюрган, Сыктывкар.